Вот понятное дело, что не только в Украине, но и в Германии очень много говорят о том, что в Украине коррупция, все это знают прекрасно, но такое ощущение складывается, что с этой коррупцией не борются. Или борются так, что побороть ее невозможно. Поэтому возникает вот совсем закономерный вопрос. Насколько в Украине успешно идет борьба с коррупцией, что для этого вообще делается в Украине? Ну, я бы все-таки говорил не о том, насколько успешно или не успешно, потому что для этого нужно подвести какие-то хотя бы промежуточные итоги, а промежуточным итогом может быть только осуждение, только приговор суда. Тут скорее нужно говорить о направлении, в котором мы движемся. И вот, кстати говоря, направление в принципе правильное. Другой вопрос, что это делается медленно и не, скажем так, теми людьми, которым доверия нет, но конституциальные шаги, то есть шаги в установлении определенных институтов, они делаются абсолютно верными. То есть создано Национальное антикоррупционное бюро Украины, целью которого является именно борьба с коррупцией в высших и шелонах власти. То есть в их компетенции не является расследование коррупции, условно говоря, в районной поликлинике. Но в их компетенцию попадают нарушения коррупционные действия, злоупотребление служебным положением, взяточность и так далее, высших должностных лиц, в том числе министерства, ведомств, руководителей судов, прокуратуры, заступников Генерального прокурора Украины и так далее. Создано Национальное агентство по запобеганию коррупции, НАСК, так называемый, целью которого будет введение электронного декларирования и анализ декларации чиновников. И, кстати говоря, сам по себе введение электронного декларирования вызывает жесточайшее сопротивление, потому что оно делает анализ декларации чиновников автоматически. Оно автоматом сравнивает декларацию за прошлый год и существующий. Если это сравнение не делает сама система, допустим, то это может сделать любой активист. Но, допустим, я представляю, кстати, не отрекомендовался, Рысенко Владимир Николаевич, я один спинсосновник Харьковского антикоррупционного центра, общественной организации, целью которой является борьба с коррупцией. Вот то, что мы делали, одно из, например, мы провели полный анализ декларации всех чиновников, руководителей Харьковского городского совета, руководителей департаментов, заместителей городского головы, заместителей руководителей департаментов и областных администраций. Было выявлено порядка 16 случаев, когда эти чиновники не указали в своих декларациях бизнес и имущество, которое им принадлежит. То есть, надо пояснить, что по законодательству Украины это является основанием для автоматической иллюстрации, то есть отстранения этого чиновника от должности. К сожалению, по всем 16 случаям мы обращались в фискальную службу налоговую, по всем 16 было принято решение, что эти нарушения не являются, скажем, существенными, хотя мы находили отклонения, когда человек, один из заместителей городского головы, не указал взносы в уставные фонды своих обществ на 3 миллиона гривен. Тем не менее, было принято решение, не было принято решение об отстранении его от должности. То есть, шаги и направления делаются правильно. Но, как всегда, строгость законов Российской империи исчерпывается необязательностью их исполнения. К сожалению, это применимо к Украине. Что касается, допустим, того же НАБУ, тем не менее, эти созданные шаги, они создают критическую массу. То есть, все равно, с неизбежностью, если гражданское общество подталкивает государство, оно пусть хоть медленно, со скрипом, но оно вынуждено на эти запросы реагировать. Одно из последних, в Верховную Раду внесено представление на арест депутата Анищенко, лишение его депутатской неприкосновенности. Потому что в результате его махинации, фирм, которые он возглавляет с Укргаздобычей, там было похищено по подозрению, которое оглашает НАБУ, порядка трех миллиардов гривен. Ну, сейчас, пользуясь тем, что депутатской неприкосновенностью, говорят, что он уже территорию Украины покинул и благополучно находится во Франции, в Ницце. Ну, так это или не так, скоро узнаем, когда будет решаться вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности. Кстати, это вопрос не только к Украине. Мне кажется, что это несколько преувеличенное европейское мнение. Почему-то тот же депутат Анищенко может спокойно улететь во Францию, в Ниццу, и Украина в течение, допустим, долгого времени готовит документы, подает их в Интерпол. И в большинстве случаев Интерпол в розыске этих чиновников отказывает, усматривая в этом почему-то политические преследования. То есть вот эта европейская идея о превалировании прав человека, она входит в конфликт с идеей о наказании того же человека, можно так сформулировать. Потому что чиновник, прежде всего, это публичное лицо. Тут права человека не являются главенствующими. Чиновник является нанятым менеджером. Поэтому, когда Интерпол отказывает в розыске чиновника, потому что он, потому что усматривает политическое преследование, это является нонсенсом. И они спокойно живут во Франции, живут в Германии, прекрасно себя чувствуют. И, допустим, не является секретом в Харькове, в свое время был скандал, наш городской голова купил Кернес, купил в Германии сеть супермаркетов, владельцем которых теперь является его жена Оксана Гайсинская. Ну, это является абсурдным с точки зрения, то есть, если бы европейские чиновники задумались о том, что использовать наворованное, использовать коррупционные эти богатства можно только в Европе, и задумались о путях перекрыть эти пути, это бы нанесло удар по коррупции в Украине больше, чем любые усилия Украины в этом направлении. К сожалению, к сожалению огромному, в Украине крайне тяжело бороться с коррупцией, именно потому, что это уже выращенный в течение многих десятилетий, ну, скажем, такой общий спрут. Не люблю этого сравнения, но тем не менее, потому что элита после Майдана изменилась не сильно, изменилось гражданское общество, а, скажем, чиновники, ну, чтобы далеко не ходить, в том же Харькове, в Харькове не произошло изменения городского совета, почти не произошло. Да, зашли пара новых фракций, да, появилось там, допустим, процентов 30 новых депутатов, но 70% депутатов того же горсовета, они те же самые, что и были. Ну, глупо в этой ситуации надеяться, что они вдруг начнут бороться с коррупцией. Гораздо хуже, что они устанавливают правила игры, в которые попал новый человек, он либо играет по этим правилам, либо с неизбежностью из этой системы выдавливается. И поэтому единственным способом является это установление новых институтов. И, ну, по крайней мере, сейчас эта идея начинает, наконец-то, превалировать. Допустим, судебная реформа, она недавно принята, она идет по этому пути, то есть будут созданы новые суды. В чем, например, упиралась люстрация в судейской среде? В то, что любой судья, уволенный за нарушение присяги, восстанавливался, подавал иски, восстанавливался на работе, восстанавливал тот же суд своего коллега. Теперь это будет затруднено, потому что будут создаваться новые суды, куда будут набираться суди по конкурсу. И восстановиться в старом, старый суд будет ликвидироваться, и восстановиться в старом суде уже невозможно, потому что его нет, чисто физически. Это, я считаю, глобальное решение. Да, понятно, что если старые судьи перейдут по конкурсу, пройдя его, перейдут в новый суд, риски сохраняются. Но построение системы с нуля является абсолютно правильным. То же самое НАБУ. Это система, которая построена с нуля. То есть там нет, все руководство, там никто не переходил, условно говоря, это не отделение генпрокуратуры. Тогда никто не переходил с генпрокуратуры. Да, там может попадаться отдельные бывшие работники прокуратуры или милиции. Естественно, потому что у них есть соответствующие навыки, то ли следователя, то ли оперативного работника. И они, пройдя определенные процедуры, могут туда попасть. Но процедура набора в НАБУ следующая. Я являюсь членом Рады громадского контроля при Национальном антикоррупционном бюро. Рада работает исключительно на общественных началах. Формирует ее только гражданское общество в результате открытого конкурса. В результате лица, туда избранные, 15 человек, участвуют во всех аттестационных комиссиях. То есть все новые сотрудники, которые набираются в НАБУ, они набираются в результате конкурса, в котором участвуют в том числе представители гражданского общества. В результате, чтобы просто понимать, 200 человек в Национальном антикоррупционном бюро набираются на конкурсе. И на конкурс пришло порядка, если я не ошибаюсь, первая волна была порядка 6 тысяч человек. То есть можете представить, это более 30 человек на место. Конечно, это не гарантирует того, что все-таки выбраны лучшие из самых лучших, но тем не менее это гарантирует от того, что туда не прошли явные коррупционеры. Любые, о ком были, какие-либо сведения, журналистские расследования, иные, о том, что эти лица когда-либо в чем-либо подозревались, даже не важно, было ли это доведено до суда, они в новый орган попасть уже не могут. Просто общественность их не пропустит. В дисциплинарной комиссии тоже участвуют представители, в том числе я, кстати, участвую. То есть это та комиссия, которая будет расследовать нарушения со стороны сотрудников НАБУ. То есть все-таки это пусть не полная гарантия, но это некий предохранитель от того, чтобы НАБУ превратилась во вторую генпрокуратуру. Как работает генпрокуратура? Ну, тут слов вообще не хватает. Вот это как раз тот очаг коррупции, бороться с которым у нашего руководства, в том числе президента, желания нет. Потому что за два года с лишним после Майдана поменялась уже этот третий у нас, четвертый генпрокурор Луценко. И за все это время фактически те же заместители генпрокурора, которые работали, они продолжают работать. Работают по тем же принципам, по которым они работали. То есть, к сожалению, это бесконечное болото. Была проведена реформа прокуратуры, были новые набраны по конкурсу, было аттестации. Все это закончилось только перемещением по горизонтали. Прокурор одного района Харькова стал прокурором другого района Харькова. Называть это успешной реформой, но она фактически провалена. То есть, если когда-то Украина решится на кардинальные шаги с прокуратурой, как с судами, только тогда можно рассчитывать на какой-то результат. Пока в прокуратуру попадает 10 заявлений о совершении преступления, и оттуда выходит только одно с обвинительным заключением, говорить об эффективности этой структуры нельзя. Остальные 9 закрываются по тем или иным основаниям, понятно, с тем или иным доходом для лиц, которые это закрывают. Поэтому и самое главное, что бы хотелось подчеркнуть, то есть нельзя говорить, то есть почему-то постоянно в общественном мысли звучит, что раз Украина, скажем, не демонстрирует глобальных шагов на пути реформ и борьбы с коррупцией, то помогать ей не стоит. Это неимоверная глупость, особенно увязывание санкций. Потому что санкции применяются не к Украине или против Украины, не в поддержку Украины. Эти санкции применяются против агрессора Российской Федерации, нарушившего международные законы. Простите, санкции применены за аннексию и оккупацию Крыма. Каким образом Европейский парламент может, или Европейский парламент, в данном случае, Сенат Франции недавно голосовал, может увязывать это с выполнением Украины любых своих действий внутриукраинских. Как это связано с нарушением международного порядка, я понять не могу. Но это может быть связано только исключительно с тем, что Сенат Франции прислушивается голосу французского бизнеса, который считает, что с Россией можно торговать. А что делает Россия в отношении Украины, коли это не касается Франции, не имеет никакого значения. Ребята, простите, это, ну, либо есть некие ценности, либо они отсутствуют в принципе. Если вы честно говорите, что нарушение международного порядка это нормально, если вы считаете, что убийство украинцев это нормально, ну, так надо это вслух произнести. Мы можем простить Россию и все, лишь бы она продолжала с нами торговать. Надо называть вещи своими именами. Пока это прикрыто за казуистикой сплошной, мы не будем вводить санкции против России, потому что в Украине сейчас не посадили какого-то министра. Извините, это сплошная казуистика, софистика, называйте она как угодно. Это вещи совершенно разного плана, абсолютно разного. Это внутриукраинское дело, в конце концов. Да, и ослаблять давление зарубежных партнеров на Украину в плане борьбы с коррупцией нельзя ни в коем случае. Но это и должно быть давление в рамках тех институтов, которые существуют. То есть это можно увязывать, как это и происходит, предоставлением новых кредитов Международного валютного фонда. Это можно увязывать с теми, скажем, грантами, с теми средствами, которые выделяются европейскими структурами на реформирование прокуратуры, на реформирование судов и так далее и тому подобное. Это достаточно существенный рычаг. В конце концов, поддержка тех или иных политических сил внутри Украины, даже не на выборах, а, скажем так, в процессе их деятельности на международной арене, тоже является существенным причагом. Но это не имеет никакой привязки к международным санкциям. Извините, санкции применяются к России за нарушение международного права. Как только Сенат Франции говорит, что нужно ослаблять Францию, это значит, что нужно простить Крым. Значит, можно оккупировать следующий шаг. Это подрывает структуру международной безопасности в принципе. И если французы считают, что, скажем так, Крым далеко от Франции, то, например, почему отличается позиция балтийских государств радикальных? Потому что они имеют общую границу с Россией. И они понимают, что могут быть следующими. И они понимают, что сейчас Украина в Донбассе защищает их. Потому что пока Россия завязла в Донбассе, откровенно завязла, до тех пор у России нет ни финансовых, ни военных возможностей свою агрессию продолжать. Как только Россия не остановится. Если ты стал на тропу войны, если общество милитаризировано, и единственным дискурсом, который скрепляет Россию внутри, является, деды воевали, и мы всех будем бить, нужно продолжение этой политики. Поэтому будет продолжаться что-то следующее. Мы не знаем, что это. Но исключать, что это может быть Литва или Эстония, нельзя. Потому что если бы кто-то в августе 2013 года предположил, что Россия может напасть на Украину, над ним бы посмеялись, это было невозможно. Точно так сейчас же в Европе кажется невозможной мысль о том, что Россия может напасть на Эстонию. А на самом деле, в реальности, уже есть случаи, когда российские спецслужбы вывозили эстонского полицейского, и он был осужден на несколько лет в России. И Европейский Союз это проглотил. То есть была проведена спецоперация, в результате которой гражданин Европейского Союза, страны, члена Европейского Союза, был арестован и осужден в России. Это что, не нарушение международного права? Это по шажочку. Ну, Россия проверяет ту как раз красную линию, в отношении которой, когда Европа начнет реагировать. А Европа не реагирует. Европа обращается к слабой стране, Украине, и говорит, ребята, провансируйте у нас успехи в коррупции. Нет у вас успеха в коррупции, мы вам помогать не будем. Мы будем дальше дружить с Россией. Ну, перекладывание с больной головы на здоровье, оно еще никогда не помогало в решении любой проблемы. Что касается самой Украины, ну, скажем так, сравнивать ситуацию два года назад, или там два с половиной года назад при Януковиче, и сейчас нельзя в принципе. Потому что те вещи, которые, ну, была построена система, допустим, при Януковиче, конвертационных центров, абсолютно почти легальная, все знали, с кем нужно работать и так далее. Никто никогда ее не мог разрушить. Теперь, по крайней мере, предпринимаются попытки эту систему разрушить. Она уже не является такой. Если, допустим, в те времена министр мог позволить провести любой тендер без его освещения в прессе и украсть на нем там 800 миллионов гривен, сейчас при появлении таких сведений в прессе этот министр будет уволен. Он просто не рискнет это проводить системно. Он не может организовать эту систему. Поэтому говорить, что успехов нет, ну, это все-таки немножко натянуто. Коррупция уменьшилась в разы, радикально. Другой вопрос, что гражданское общество устало толкать, оно устало бороться. Все-таки два с половиной года на небольшой части украинского общества, на активистов, которые одновременно зарабатывают, одновременно тратят эти деньги, отдают волонтерам, одновременно что-то везут на фронт, одновременно создают структуры, которые борются с коррупцией внутри. И все это на общественных началах. Общество устало. Оно начинает не то, что закрывать глаза, у него опускаются руки. Невозможно два с половиной года на одном энтузиазме вести борьбу на нескольких фронтах. Именно поэтому поддержка Европы в данном случае была бы очень полезна. А в противном случае мы видим шаги Европы по исключению себя как из субъекта. То есть, допустим, яркий пример, тот же безвизовый режим. Европейцы взяли на себя определенные обязательства. И эти обязательства взяла Украина. Было проговорено, что при выполнении этих обязательств Украине будет предоставлен безвизовый режим. Украина обязательства выполнила. Что в итоге демонстрирует Европа? Нет. Теперь мы введем новые условия. Это не поведение субъекта переговоров. Подобное поведение демонстрирует, что с Европой невозможно договориться. Но в результате Европа демонстрирует, что Россия сильнее. Она демонстрирует гражданам Украины, что договориться невозможно. Европейский вектор не является правильным. Оно меняет направление мысли в головах многих украинцев. И это является гораздо большим ударом по позициям гражданского общества Украины, чем что-либо еще. Важно не то, будет ли на самом деле безвизовый режим на 90 дней, или на 180 дней, или для туристов, или еще для кого-то. Важно продемонстрировать шаги, которые подчеркивают единство европейского сообщества с Украиной. Пока этих шагов крайне мало. В этих условиях возлагать всю ответственность на жертву агрессии является, скажем так, не совсем корректным. Мягко выражается.